Сегодня у нас 27 июня 2016 года в Одесский православный лагерь Стан, поэтому работаем. Давай, сейчас покажем. Тимофей как работает. Посмотрим, что делает Тимофей. Ты гляди. Ты посмотри, что он делает. Вот ты его, Тимофей. На втором году разблокировали моё отпуск. Следующий день особенный. Готово делать. Во! Вообще рекордсмен. Молодец. Так, ногу опусти. Иди, подержи. Подержи немного. Теперь посмотри, что эти делают. Какую кору собирают. Пройди. Так и шкурят. Надо на костёр всё пойдёт. Вон они работают. Как они воду носят. Что у тебя со шлангом? Терявые или ещё? Ну да, я замотал. Подождите, не пилите. Кто умеет ягоды собирать? Я. Ох, сколько вас. Ой, и ты тоже. Им не надо, они едят ягоду. Да вы только в рот меня на ягодки не брать. Вы согласны? Да. Да. Потому что всё на стол пойдёт. Ну тогда сейчас там посуду не взяли. Пойдём. Давайте сюда, подходите. Пойдём, мать. Пойдём. Пойдём. Я буду. Я, я. Пойдём, мать. Вот так. А ты попутно загляни на кухню-то. Смотри, нам ещё Галина Александровна приготовила-то. Она дочерей уже пристроила, как у евреев. Где говорит Авраам, там и Сара. Ну да. Видал, что они делают? И чеснок, и лук. Все прихоти еврейские. Пойдём. Ну молодцы девчата. Зайди подальше-то. Посмотри на дом. Что тут у них делается? Я заглянул в холодильник. Ага. Это на стол подать. Так, это тоже подальше. Да, это на стол. Заберём малосольных гальянов. Смотри, какие это. Никита у нас всё старается. Вот. Пожалуйста, Оливия и Леонида. Угу. Вот как быстро дело идёт. Ещё огню она пристроит. Дай-ка сюда. Только одно кресло её завести надо. Да. Так, ну-ка сходи, посмотри, что там. Вот два дежурных сегодня у нас. Тарас и Стёпа. А вы пока эти руки помойте и готовьтесь. А ты дежурный у нас. Так сходи там, что там делают они. Угу. Сегодня первый день ягоду собирает. Нам деревню давало. О-о-о. Пойди-ка. Пойди, чтобы они не наступили на ягоду. Ай-я-я-я. Пошли, чтобы ягода. Вот это первая грядка. Вот это первая. Её не собираюсь. Это моя грядка. Вот эту вот. Что-то редко так ничего у нас тут. Где-то не пересаживали сейчас. О-о-о. Вон, Андрей, напротив стоишь как раз ягоду. Вот. Вот. Присядь, увидишь. Группа А. У меня ягода. У меня куча ягода. А, у нас куча. Ах, зачем ты эту-то взяла? Ну-ка, вы за этими, за Машей, за этой, наблюдайте. Она зелёную уже рвёт. Кто за ней смотрит? Вика, смотри за ней. Сорвала зелёную. Смотрите, какая красная. Самая красная ягода. О-о-о, какая. Только клади в чашечку. Дядь Володя. Ну, що зелёные валялись. О-о, красива какая. Там зелёные валялись. Ну, валялись.. Чё не валялись так будет? Виктория собирает Викторию. Виктория собирает Викторию. Только красные собирайте. Маша, Соня, только красные берите. Красные. Красные. Вот ягодка. Иди сюда Соня. Вон, ягод. Ну-ка, погажи какие-то, погажи, вот эта красная, все, клади в тазико, Андрея положи, красный молодец, так, по ягодам только не ходим, аккуратно смотрим. Ну и что сделать, кто-то, кто-то оборвал, значит, уже нам. Группа А, вы где там? Группа А, знаете. А, это уже успокоился. Ой, я кому-то награду нашел, где моя маленькая сюда, ну-ка подойди. Я уже не знаю, кто Софья, кто Марья, иди сюда, иди сюда, Маша, иди, отдай им ягодку, они положат ее. А вот я нашел на своей грядке, подой вам, а, ой, тебе это в рот, в рот себе клади, это я тебе подарил. Маша, да кушай тебе это, да. Долгий не рвал, это ешь. Вот так. А платочек-то спрячь в карман. Все собирайте, аккуратно. Я не знаю, зелень-то у нас есть, добавить или нет? Не знаю, но мне кажется, там есть у него. Есть, а то я тут начну брать, чтобы не потоптали. Тут надо все время пропалывать, видишь, какая? Угу. Вот оно что. Смотри, какая опутала. Это кто-то не знает, кто-то там боялся. Вот он, по-моему. Не было бы это, оно не застело. Оно не застело. У нас, слышь, необихожен. Тут можно выращивать. Тут какой-то, видишь, фундамент, было здание. Я сейчас не знаю, еще тут было. Можно было. Какой-то нашелся человек богатый, говорит, не знает, куда деньги деть. Вы ему посоветуете. Я говорю, помоги мне два здания построить здесь, и никого нигде нету. То есть, видимо, липа была. А для него и богатому-то, как китайскому, построил деревню целую. Вот. А-а-а! Смотри, какая огромная. Вот, какая дорожка эта. Надо скорее сбежать. Иначе ничего тут не будет. Уже щами расчет. Вот он. Группа А. Ну все, наверное. Да, все. Давайте все вместе выходите. Только по этому. Соня, я все может. Вон Андрей еще. А, полукрасный не трогай, ладно. О, группа А самая большая. Да, я знаю. Маша, все, пойдем, все. Красная. Так, все, уходим. 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 Соня, Маша. Все, на выход. Не надо зеленую. Ты зачем зеленую-то сорвала? Ну? Какая красная. Какая красная? Ты чего врешь-то? Вон она. Зеленая. Надо полностью, чтобы была красная. Полностью. Зачем ты зеленую-то эту сорвала? Слышны? Иди давай. Это ясно. Красная. Ну за мной. Пусть у вас иди. Все, у нас больше. Давайте бирог испекем. Да ну, зачем мы будем витамины переводить? Мы их живьем съедим. Кто водителя расставляет стульчики вытаскивать, а? Дежурные, дежурные всегда. Дежурные? Вот здесь стульчик стоит. Его не вытаскивайте или ставьте на место. Они бегут, там голову разобьют. Руки мойте, руки мойте, руки мойте. В пилу поставьте. Кто-нибудь надо суп вынести из большая кастрюля. Ага, вон Никиту. Никита! Брат, помоги. Help me please. Please. Победа! Брат, давай. Попадам. Попадам! Да. Попадам! Ага. Попадам! 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 Имя Твое, да при и царствие Твое, да будет воля Твоя века на небесной земли. Хлеб наш насущен, даст он здесь, и отстави нам долги наши, я хожу, и мы отставляем вас веков нашим. И веди нас в искушение, и мы избави нас от лука вагон. И по Твоей царство силы и славу в Агенте, аминь. Слава Твоей Сыну и Чветову Духу, и ныне и пресно, и в агенте веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благо Твою, за молитвы Пречистоте Матери и всех плетей Твоих, Господи Иисусе Христественный Божий, помилуй нас, аминь. Божья милость и будни грешен, усоздал мне Господи, помилуй меня, Христа Твоя согрешил, Господи, прости меня грешен, и помилуй. Маша, это, Игнатьич, Маша, да ты? Ты куда-то суешь подмышку, надо до плеча до носить. Перекрестись. Перекрестись, Господи, Господи. О, совсем не. А что ж ты не смотришь, Люка? Вот так. Вот с первого слова на лоб поставьте пальцы, пальцы на лоб. Вот теперь начали лево, где у тебя пуговка, вон там, вон там, пуп, где, вот так давни, чтобы было. Направо и налево, рост закрой только, поклонись. Но она может креститься. Вот какие у нас события? Вчера мы разошлись с вами, как она осматривает, смотри-ка, что-то в ухе заметила. Да, у нее там, я попала, у нее была там болячка, будто. А, а что там у нее было? Ну, она, как бы, себе там, палкой, мы качались, когда качались, были в гости, я на палку себе задела, там у пациона. Ну, это бывает, если не качаться, значит, тоже обида. А надо правила соблюдать. Станьте ровненько, ровно встаньте, не вылазьте где-то. Вот вчера я не позвал вас, уже ушли. А получилось так. Приходит ко мне один человек и говорит, Виктор Николаевич, Они видели, что калитка там выходит на улицу, закрывается. Прилетел пчелиный рой прямо в калитке, на первой же это, там дерево у меня растет. И рой сел. Я вышел, правда, ну, рой не, не это, не какие-то африканские пчелы. Мимо проходишь, они летают. Кому сообщить, как собрать? Иосиф идет. Я слышал, он хочет заняться пчеловозом. Он говорит, у меня еще ничего нет, он только думает. У Любы Минаевой. Побежал, она говорит, я сгибать не умею, матушка. От нее все. Я батюшке дал сигнал, он переспросил. Дежуа, она идет. Она старая уже, матушка-то, и трудно ходить ей. Она была такая красавица, бойкая. Она работает, как трактор. Она отдыхает, только сеткой приходит на отдых. Вот. Дежуа нанесет что-то. Она пришла, первым делом принесла баночку с медом, запах идет. И какими-то фартуками этот рой накрыл. А он примерно во столько места занял, все дерево окутал. Вот на таком уровне. А когда там он бывает, вот мы лазили, снимали рая эти. Ой-ой-ой. Наверху иногда подготовишься и сущок спилишь, сущком снимешь. Вот потом она пошла искать, видно, раевницу. И тут подвернулся Виталий. Как он тут оказался, я не знаю, где-то он был. И дальше он уже все снимал. Я все это снимал, это в интернете увидите, маленькими роликами-то. Я гляжу, он смело так подходит, а у него, оказывается, сетка там. Я-то думаю, вот какой нашелся помощник-то. Но он, гляжу, руку прячет туда сзади. Надо было им дать. Крылышки отдал за глубину и попросил. И они сняли его. Сняли и унесли. Теперь там будет что-то. Сегодня утром гляжу, раннее утро. Вчера надо было вас, там девочки приходили с мальчиком, показал. Ну, вы далеко были. Увидеть рой не каждый может. Но в интернете вы его увидите. Я вас не стал, пусть бегать, вот сюда-сюда звать. Сняли рой. Надо ждать дальше. И сегодня, я не знаю, видимо он рассказал. Я так догадываюсь. И там трава была, он заметил. Матушка старая, он решил ее косить. Я стою на молитве, в окно лежу, витали мою косу. Вот коса называется литовка. Я не стал даже заканчивать молитву. Постоял маленький, бежон, открывается. Я с сапоги на босую ногу, скорее выскочил. Ну-ка вернись. Он бегом бежит. А ты тебе кто же сейчас решил брать? Коса самая ценная у нас, что есть в лагере. Из инструмента. Мы можем купить топор еще. Косу не купишь, чтобы она была насаженной, как есть. Кто разрешил? Виталий подошел, сказал, где коса есть. Я говорю, она на скворечнике стоит. Ты зачем ему отвечал? Первый вопрос. Какое отношение ты к косе имеешь? Как какое? Я ему спрашиваю. Ты ему должен был тебе слова сказать. Как какое? Это не я тебе говорю, а ты бы ему сказал. Забудь про косу. Косу никому никогда не давать прятать. Я, наверное, буду носить под кроватью прятать. Я не знал, что ему нельзя. Я почему... Ты видишь, какие они? Он покосил, а я в лагере косил. Да какая козьба? Ты у матушки, ты понимаешь, что у ней там? Там все завалено железом, деревом. Он один раз только махнет, пила в спирали, больше ничего нет. У нас ничего не будет. Там где-то права, иди рукавичками за мной. Надень рукавицы, крапиву, рви. Там, во-первых, там делать нечего косой. Потом какой он косать-то? Он размахнулся, она в одну землю согнул и выбросил. Ему какая разница? Он сел и уехал. Он же говорит, а я не хозяин. Она все отвечает, а я не хозяин. Ты это помни, эту фразу? Его хозяина надо сделать. Косу не брать, значит убрать от того места. Все понял. Где угодно храни. Ты сколько мучился? Теперь две косы у нас. Насчет маленькой косы, я не знаю ее происхождения. Батюшка потерял. Не его ли это коса у нас за... Нет, нет, я покупал две штуки. Ну ладно. А то мне мысль такая ворохнулась. Какие у нас события дальше были? Другие не знают, я вам сообщил. Лег я спать. Всех предупреждаю. После девяти местного времени меня не привожьте. Девять. Личная жизнь. Личная жизнь. В это время молиться. Все такое там. Остатки письма, девяти заполнить надо. Успокоился. Звонок. Первая мысль. Ну и говорил же. Цифры никого нету. Значит незнакомые. Так, это вы? Называет меня Игнатий Петянович. Да. Значит. У вас детский лагерь? Я говорю, да. Это полиция. Без двенадцати минут двенадцать ночи. Представь себе. Но голос сразу видно расположенный. Ну и как у вас дела? Я говорю, да все в порядке. Сейчас нас пятнадцать. Станьте прямо. Руки держите так. Опустите. Пусть научитесь стоять правильно. Ну и маленько рассказал, как день провели. Ну и всего вам хорошего. Ну я ему сказал, да храни слава Бог. Это проверка. Проверка. И видимо поставили ежедневно справляться как. Это путинское. Это путинское. Я в первые дня говорил, у Путина Владимира Владимировича очень хорошие советники. Это они ему сказали. У нас как, компания прошла, взорвали метро. Ну каждого проверяет. А потом бросили и чердаки забыли. В прошлом, позапрошлом году утонуло шесть раз вместе с воспитателем. Проверка. Все, забыли опять. 2014. И он сказал, не пойдет так. Я представляю, как там советники к нему, кто там скачков. Подходит и говорят, Владимир Владимирович, это не пойдет так. Это опять компания. Надо каждый день проверять. Чтобы они работали. И вот они сейчас это делают. Но сказали, вы в отдалении, проезжать не будем, у вас все в порядке, но звонить будем, мы вас теперь беспокоим. Понимаете это? Это говорит о том, что мы у них не под подозрением. Я сказал, все. И все к вам хорошего. И при том телефон первый я пометил. Звонит с другого телефона. Это значит, они дежурят, и каждому дежурному, когда не сказали, ну скажут, 12 и нету. Если еще в это время будут звонить, я им сделаю замечание. Не звонить, до 9. До 9 звонить по местному. Вчера не стал ничего говорить. Думаю, может быть, это по ошибке идет. Нам не интересуется. Какая польза нам от этого? Внезапно что-то где-то мы сразу можем им сказать. Нужно сказать, что милиция реагирует. Тут не было участкового одно время, они мгновенно прислали скадников откуда-то, приехал. Это у нас было. Мы однажды едем, дорога, и лежит собака задавленная на дороге. Большая собака, а рядом с нее небольшой шарик. И сидит рядом, прямо посреди дороги на асфальте. Его все обезжают. Мы проехали, остановились. Я подошел, видимо, она перебегала. Ее ударили, она, видно, в позвоночник перел. Она мертвая лежит. Соски, видимо, она была со щенками. И он около нее, она среди дороги стоит верность какая собачья. Так в интернете там, сколько, мы, я взял ее, палкой сдвинул, да там палкой, собаку, да что, за хвост должен тащить, что ли. Я говорю, ну, который ничего не имеет, им полаять. Охота, они знают, на кого лают. А на мне, Таню, что, ну, лай, я не обращаю внимания. А караван, говорит, идет своей дорогой. Я ее с дороги столкнул, кивет, а там еще две собаки сидят. А этот отошел, на дороге нет никого, он к ней, видимо, пошел. Бежу, еще одна машина прошла и остановилась. Но еще я ее не убрал. Я не остановились, не знаю зачем, когда я убрал, к ним подошел. Это все в интернете заснято. Заговорились. Они меня называют по имени, отчествуя. Я говорю, откуда вы знаете? Так, а мы к вам приезжали. А кто вы такие? Мы из уголовного розыска. О! Ну и маленько он там ошибочку небольшую сделал. Я говорю, а где был? А к вам какой-то человек зашел, и он из деревни, сказали, здесь нельзя, там накормили, уходи. А он что-то, ну, сел сопротивляться. Мы сразу дали звонок, а мы, говорит, приезжали. Мы его сфотографировали, а он ушел. Перед Кимей, а они потом нашли. То есть полиция, милиция, они нужны. И вот мы сколько здесь находимся, нам ни разу они не повредили. За 40 лет никакого вреда ни разу не было. Мы так и даже... Вот, стой. Что сегодня, какие события? Гляжу, за водой идут как. Впереди идет вас. Кто? Впереди вас. Вот, когда набрали, никуда. Так, гляжу, все попадался. В воду, наверное, куда пошел? Шарик ему надо. Из-за река здорово, если нет, ходи никуда. Ты понял? Нигде. А где шарик-то у нас? Здесь. А кто его привел? Не знаю. Кто привел? Я. Ты привел. Ну, еще пробежать. Обратно, значит, не забывайте, за него отвечаешь. Обратно идут так же. Впереди идет старший. Никто, вперед его не заходите. Он первый подает воду. Не торопитесь. Это мы даем гарантию того, что туда и сюда у нас никто нигде не потеряется. Потому что там закоулки разные, видите, деревья растут. Полиция о нас беспокоится, а мы о себе беспокоиться не будем, что ли. То есть мы знаем, что. Сегодня я иду, гляжу, Тимофея работает. Он рекорд поставил, как он клал. Я бы посмотрел потом. По два хватает, точно по два. Полено. Кладет, разворачивается, поворачивается. Не Тимофей совсем. То есть он разблокировался сегодня утром. Надолго или нет, не знаю. Дальше. В любой работе так веди, как себя сегодня, Тимоша. Ты меня слышишь? Что он говорит? Слышал. Слышишь. Вот. Вот вчера ваша мама позвонила. Позвонила, а перед этим все она спровоцировала вот это вот. И нерасположенность ее прямо полнейшая. То есть она думает, нам сделает плохо. Тимоша тут погибает. Его подвесили за задние ноги. Вроде такое впечатление создается-то. Милиса еще засмеялась. И я ей отвечать не буду. Она звонить мне больше не будет. Это не годится. Сначала нас нападает, нас выставляет, а потом, Тимоша, зачем мне это нужно? Ты приносишь нам неприятности столько. Так что с мамой больше разговора не будет. Только там дома, когда будешь. Она выбила себя из этой колеи. Я все время давал, разговариваю. У меня разницы нет, что там кому ребенка. Отцу ребенка-то отдали, а не ей. Вот такое дело. Мы сегодня в первый раз собрали клубнику, подсказали. Немножко. У нас плоховато. Я вам скажу, где есть клубника. Слушайте, вы придите к бабе Наде и скажите ей, скажи, клубнику мы пришли прополоть. Ну а если еще попадется где-то, она отдаст вам. Сразу тарелку набираете и не ешьте ни одной ягодки. Запомните. И заработали, принесли. То есть к бабе Наде надо подойти, уметь подойти. А у нее она там клубника есть. Но другие тут деревни, они своим табором живут. Виктория, мы дело в том, что вчера плавали на лодках и на берегу уже клубника спелая была. Да ты что. Мы собирали и ели. По-моему, рано еще. Она вдоль берега. Вот они собирали, вчера ели. Вы видели ее, да? Да. А, значит, вот тут тоже корректи его мочат. Давайте подумаем. Дождя нет, и мы оторвемся от работы. Кашу это сейчас пообедаем, и сразу за клубникой туда пойдем. Наберем кружки. Что это насмотрит? Игнатий Иванович, надо сперва разведку провести. Ну ладно, на разведку я поеду, да? Дело в том, что нам на огород надо закончить все. Ну, заканчивайте, а я съезжу в это время туда. Ладно. Мне надо к Игорю узнать. Вчера мы почти подошли к тому, как дорогу дальше делать. Работа очень тяжелая будет. Придется кран нанимать, но это единственное пока. А братья чем будут заниматься? Братья, своим делом занимайтесь. Потом идите, если здесь закончили, идите к творечнику, и там, которые лежат, все аж курить надо. А потом уже займемся, что у нас напилено. Это все с годиной, которые в лесу остались. Там у нас есть где-то. Потом начнем вывозить, как-то договариваются, машины. А потом перейдем на Южный, если время еще будет, подготовить переходы на железнодорожную, там, где ров переходить. Надо три большие следы приготовить. Еще, Игнать Иванович, надо дров еще навозить, потому что дрова заканчиваются для пилки. А там полно, там полно и везде. Нам нужно, чтобы кто-то нам привез. Я пойду договариваться. А там уже ребята рядом, напогрузкаются. У нас много дров заготовлено, надо только перевезти. Там у нас целые кладки, где в прошлом году мы работали на подготовке озера. Ну, вопросы? Давай, подойди. Вы же сказали вытирать нам этот, где мы купаемся. Пирс. Пирс, вот. Вот, мальчики все протирают, но девочки все время забывают его протереть. Так, давайте подумаем об этом. Я думаю, девочкам неудобно, там такая поза протирать, ползти как-то неудобно. Мальчики, возьмите это на себя, а девочки не будут протирать. Они тут протирают больше. Они на кухне работают. Ну, мы, в принципе, самые первые идем, мы протрили, а им-то... А не протрете, а она же там делается скользкой доски под водой-то. Ну, не в один час. Так что девочек мы от этого просто освободим. Потому что ползти надо там на четвереньках, в воде, говорится, коленками. Ну, нам нарвать камыши, камышом протирать. Только куда вода гонит ветер, на ту сторону все время убирайте. Ну, там ки на все, на досках, чтобы не упасть, держитесь всегда за доску. Будьте особенно с этими внимательными. Только опукнули здесь, дальше никуда. Никуда. И сами дальше из-за кружка, из-за поплавков не выплывайте. Нарушители будут сняты, покупаться больше не будете. Вы слышали? Да. Вам это не прыгать. По лестнице спустился, там везде столбы. Вас касается. Столбы под водой. Потому что поднялась льдом. И поэтому новые столбы поставили, а старые в другом месте. Можете головой стукнуть, и будете лежать парализованной всю жизнь. И Виктор, Виктор, кайлач еще раз. Виктор, кайлач еще раз. Ноги поставь правильно, вместе. Ноги, ноги вместе. Стойте спокойно. Виктор, кайлач вчера замечание сделал. А девочек очень много криков по всей деревне слышно. Когда купаются. Когда купаются. Когда купаются. А чего вы кричите? Она в маму кричит. Никогда нельзя кричать тому или что-то. Вы знаете, как мальчик один рассказ такой у Льва Толстого. Слушайте. Паса вещек. Ну и рядом пастухи. Так сказать, косари косили. Волк, волк. Прибежали они, волка никакого нет. Прошло время, ему интересно. Люди бегут с палками. А когда третий раз волк напал, значит, волк уже никто не прибежал. И волк делал, что хотел. Никогда нельзя людей тревожить. Неправду никогда не говорить. Вам это понятно? Да. Нам сейчас на кухне легче. Галина Александровна взяла своих дочек туда. Ливия и Леонид. Да, эти прекрасные хозяйки работают. Еще дело дойдет, я лежу, и огни туда приспособят. Больше никого не надо. Мухота будет, а должен быть. Не надо рвать. Это на сегодняшний день. Смотрите, сколько у нас новостей. Какие планы. Я сначала к Игорю пойду договариваться. Завтра молочный день. Все, что у нас было зафиксировано, отдаем. И на неделю начнут выставляться уже ролики. Какой молочный день? Какой молочный? Сейчас пост начался. Молочники едут в город. Их не касается это. Они продают для неверующих. Для неверующих их можно продать. А, я хотела еще поговорить о том, что почему девочки с пикса прыгают некоторые. Я слышал. Я слышал. Ни грамма не прыгать. Нисколько. Только по лестнице спускаться. Дошли, где там крещение идет. Спустились и вот в этом месте поплавали. Хорошо плаваешь, можно плавать в этом достаточно. Вы слышали? Прыгать категорически запрещено. Хоть один раз кто-то прыгнет, больше купаться не будешь. Только на берегу будешь сидеть. Игнатий Дихмач, у там воробей, кусок хлеба. Что она там? Кусок хлеба утащил. Воробей. Воробей. Ну, он такой вот есть. Вор, бей. Тут больше ничего не сказано. Вор, его и бей. Так, все. Подожди, подожди. Что хотел сказать? Ничего. Так, Андрюша, выйди сюда. Минутка. Стойте, на место. Я не знала бы была, что работал плохо. Я не поверил. Это хороший работник. Что случилось, Андрюша? Дядя Володя зря не скажет. Он говорит, ему не нравится пилить. Я говорю, потому что меня опять впечатлили на другого козла. Значит, тебе нужно послушание. Тебе разницы нет. Куда Господь пошлет? Одного посылает в космос, а другого под землю шахтером работает. Так, Игнатий, у нас еще. Одному Бог дал орлом летать под облаками, а другого кротом взял. Он света не видит. Так и человек. Слушайте. Иначе, не дай Бог, в армии будешь его так вот, задолбит сразу. Игнатий, Андрюш, это козла, говорит, на другого козла поставил. А почему он сегодня зарядку не делал? Никита Андреевич проводил, он, говорит, ни одно упражнение почти не сделал. Так это или нет? Значит, сейчас мы садимся обедать, а ты делай гимнастику. Первый лишаешься, в это время делай гимнастику. Делай все упражнения, постарайся повторить один. Вон туда встанешь, чтобы тебя было видно. Так, платочки. Платочка нет, вы знаете, что придется бегать. О, мне не нравится, пятиконечная звезда. Это кто тебе наступил ее? Она масонская звезда. Дай, значит, это оторвать ее. Отрежешь, мама поможет. Мерзка, это масонская звезда у нее. Птиконечная, убрать. Да, я не знаю. Так, соберемся. Так, соберемся. Обговорена осталась у нее. Мальчика, я не знаю. Малышка, я не знаю. Покажи. Я скай. Малышка, мы не учимся. Все придется. Хватит. 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 Идет так. Ты не тренешься от чего. Давай. Давай, я не буду. А как, Андрюша. Вот на это место встань на гады, никуда ни шагу. Вот здесь делай ступер на стеку, тут ко второму ты уже подойдешь, ну я же сюда сыплю. По-другому никак не могу, начинай, какие первые упражнения помнишь? Все, просто открывай. Так, внимание. Я говорю, внимание, значит все, и начнется повторять. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Давайте проскандируем. Россия должна встать, Россия это мы. Пойдем. Заходи. Так, смотри, как Андрюша делает гимнастику все время. Наблюдайте отсюда. А то не будет делать. Будет? Куда он делит? Так, мне компот, кружку дай, чтобы макать или попроси. Старайтесь везде разговаривать с минимумом. А за столом вообще ни слова. Святой воды не стали давать. Почему? Сейчас дадим. Бутылка есть, там есть. Кружки поставить и в кружки дать. Не можете не давать, я там могу выпить. Мальчики, потом кружки со святой водой. Мальчики, кружки со святой водой принесете мы сюда. Вам понятно? Так, кому? Дети, каждый берет по ложечке святой воды. Берем же это сразу. А там кто за бутылка? А там? Под лодочкой делал ложечкой. Ложечкой не выпиваем. Вика, никаких разговоров. Сперва половинку. Сперва, братин. Слышишь меня? Слышишь, братин? Да. Да. Кому половинку? Знайди. А вы. Осталось, что ли? Да, там еще осталось. А там все. С этой водой все покрыли? Да. Да. Там цветая вода ложечкой. Пощупи. На. Идем. Куда? Мы с Виталией подавались. Прыжки. Прыжки. Это цвета, по-хоже, масла не будет. Не рыбать. Так, посмотрите. Володя, садись, что ли выкладываешь? Ну, ступил Петров пост. В среду, в пятницу, если нет мощного растения, у нас на столе его не будет. Ой, ой, ой. Там горошница замощена была, горош. Теперь можем кидовать. Вот сюда, вот рядом с Никитой. Я очень не изменилась. Никита. Никита. Нету, не лошадь. Вроде. А водильная чашка, которую я делал в кофе, еще не знает, здесь нет. Подскажи. Уже нету ее. Все. Все закончилось. Все, иди, говори. Закончил. Все, Андрей, закончил. Все, садись. Вот он, вот он садится. Маленький, покажи, что не понравится. На столе, сынок, неси малышам. На столе, зелень, положил. На столе, зелень, положил. Вон он, вот он, вон он, вон он, вон он. Ну, вот он не знает, что он не сидит. Андрей, а кто не считает? Это она, говорит? Все еще большая, полная. Положен. Субтитры сделал DimaTorzok